друзья всем доброе утро сегодня мы заселились вот таком вот очаровательном месте прям на горе мы сегодня с первыми петухами проснулись там дамре будет и мы прям прям на горе на скале живем такой завтрак куча всяких разных угощений здесь есть яичница всякие разные там оливки как всегда это один завтрак я знаю что такое один завтрак в турции поэтому всегда завтрак один на двоих на троих заказываю вот еще что здесь самое интересное есть холодильник можно разогреть если у вас что-то чай или еще что-то вот на сковородке какую-то еду можно разогреть вся любая посуда там парковка я вам сейчас покажу здесь все хорошо но подъем очень 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 резкий подъем поэтому нужно определенные навыки иметь здесь подниматься вот так друзья собственно выглядит эта комната которой мы сегодня ночевали там всякие разные журналы библиотека кондиционер здесь есть кстати кондиционер зима-лето можно включать зимой летом телевизор вай-фай очень хороший здесь интернет потом всякие разные здесь тазы поделки всякие разные древние туалет санузел там горячая вода можно делать электрическими горячая вода а с этой стороны сразу гора то есть туда вниз спуск белье сушат и все туда сразу уже гора идет оливковые здесь леса всякие разные рощи и вот здесь есть еще комната а здесь три комнаты просто видимо какие-то больше какие-то меньше сумками с багажом с тяжелым здесь будет тяжело у нас есть один рюкзак одна сумка в которой мы постоянно все носим и вот это вот спуску такой он очень резкий здесь еще камушки такая щебенка попадается вот они вот так вот в турции любят все на на краю на врагах вот она наша машина я буду очень много рассказывать про гибрид буду делать обзор на эту королу и сейчас вот мы туда будем спускаться вниз едем вот здесь вот очень резкий спуск и если оттуда прямо поехать вот так вниз то можно брюхом задеть если машина легкого и вот спуск вот вот такой вот у меня эта машина градуса не показывает ну тут очень-очень-очень-очень-очень крутой спуск здесь петухи вот эти которые орали оказывается мы сегодня читали про то что петухи они не независимости от они не на солнце кукарекают в общем ученые взяли их посадили куда-то в темноту и они начали кукарекать ну по часам короче говоря они кажется так территорию свою метят ну и просто это вот у них общение умотрел вот этот отель стоит две тысячи лир это больше 100 долларов очень высокие цены в этой части турции не знаю почему обязательно обращайте внимание как навигация google навигация строить маршрут либо который вы пользуетесь навигации потому что google очень часто он не видит какие-то дороги которые прям есть явные дороги и он может вас ввести там в обход там дополнительно час прибавлять дорогу поэтому нужно на это внимание обращать приехали отсюда там ти-400 трасса она ушла в другую сторону ушла нам надо было вот там с той стороны повернуть налево и мы сразу как бы приехали я еще у хозяина этого дома спросил говорю там навигация нас куда-то ведет вообще не в ту сторону далеко он говорит не 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 вы можете прямо проехать и я несколько раз замечал что карты навигационные они либо в другом месте google привозят либо там где допустим есть разворот они там не разворачивают а где-то другое место вводят разворачивать поэтому на это нужно обращать внимание примерно где-то в 7.30 8.30 начинает солнышко просыпаться и в 6 часов уже темно то есть грубо говоря где-то примерно 10 часов есть светового дня который можно потратить на изучение на всякие разные хотели вчера здесь запустить дрон и поснимать с дрона но сейчас у нас там по расписанию должна должна прийти лодка поэтому мы не можем сейчас на это время тратить а вот на коня потратим смело или это жеребец и кто куда суицидник ты чё все обиделся вот такие вот здесь дела если вы могли заметить часто возле отеля на парковке я разворачивался и бензиновый мотор вообще у машины не включался я вот чисто на электричестве там развернулся и все сейчас вот он он включает вот у него на холостых работает подзаряжает чуть-чуть батарейку но очень часто я чисто вот только на электротяге двигаюсь длинные обрывы там каньон внизу речка течет и вот опять вот эти теплицы но они как бы не мешают ну было бы наверное лучше если бы их не было бы здесь вот видите я снизу спускаюсь и двигатель у меня вообще не включу не работает ноль оборотов вот я сейчас начинаю подъем делать он автоматически включаю на гибриде здесь нет стартера он запускается как бы типа столкача то есть есть мотор генератор большой и этот мотор генератор он запускает двигатель когда нужно компьютеру и это все очень быстро происходит и ну без нагрузки на этот стартер грубо говоря мотор генератор ему это очень легко делать то есть вот мы можем ехать с вами за один за час за поездку там он может грубо говоря сто двести раз запуститься заглушить запуститься здесь много компьютеров и они эти компьютеры считают рассчитывают когда им оптимальнее всего запустить либо заглушить мотор вот там если прямо смотреть там будет как раз трасса d400 и вот это вот гавань куда мы едем вот слышите это вот так вот электромотор работает мы сейчас с вами катимся только на электротяге между прочим крадемся только камушки слышно и все вот такие виды здесь очаровательные живописные это вот дорога ради 400 уже но до этого она была в два раза уже примерно и эта дорога она гражданская то есть паблик публичная все люди могут по этой дороге ехать и вот так вот наслаждаться вот такими видами красивыми обычно в таких местах красивых очень много всяких разных карманов под поэтому когда вы едете по побережью закладываете как минимум полтора часа на на всякие вот такие остановки полтора-два часа чтобы можно было остановиться и поснимать вот эти красивые пляжи вот там прям вообще песчаный пляж красивый те люди которые эту дорогу проектировали они знали что водители обязательно захотят остановиться по фотографироваться здесь просто буду наблюдать красивые виды и сделали карман какие на самом деле они умницы туда мы спускаемся и туда должен по расписанию прийти корабль я конечно сомневаюсь что это произойдет но так или иначе здесь вот такая вот большая бухта мы вот там где-то жили на горе на скале ну где-то там внутри и вот мы сейчас сюда заехали google показывает как всегда что здесь в 10 30 отходит какой-то корабль рейсовый но его здесь по ходу дела нет здесь я вот смотрю только такие прогулочные яхты какие-то а рейсового ничего такого нет ну вода прозрачная прям вот тут как будто бы на мальдивах я щас припавлю вам видите вода прозрачная как будто в ванной налита мы когда на мальдивы первый раз прилетели увидели такую прозрачную воду были конечно шокированы здесь вот по поднимали они все видимо на зиму эти корабли на стоянку на зимнюю на ремонт и там сидят ребята я говорю а чё где этот публичный ферри который здесь курсирует по расписанию год не знаю я как ну вот 10 30 же должен говорить ну говорит может быть через час придет может через полчаса муж не придет позвонил капитану говорится 100 евро может один капитан час здесь катать ну вот на этот остров может отвезти там говорит есть одно место для купания я говорю ну купаться же холодно ну говорит есть хотите купайтесь вот так они достают вытаскивают там есть специальная штучка гидравлическая которая поднимает и в общем вот такой большой корабль вот пять палочек держит они их красят обслуживают всю зиму и потом летом это эти корабли будут катать туристов сейчас здесь не сезон просто на подставочках вот так стоят мне вот интересно если ветер подует ну наверное здесь как-то все рассчитано а вот вот этот прицеп то есть здесь есть такое специальное аппарель спуск и вот этот вот прицеп он на своих колесах спускается на него заходит этот корабль вот эти гидравлические цилиндры его поднимают вот так удерживают со всех сторон равномерно он его может куда угодно поставить потом они ставят эти палочки он отъезжает и так делает вот со всеми остальными судами и вам говорят цены в евро здесь где-то в турции сразу это все делите на 20 на 10 и получите цену справедливую в турецких лирах у них набережная написано что нельзя палатки разбивать нельзя на автодомах останавливаться очень чистый пляж я вот даже вижу там социальные работники убирают ходят час мусор там мангальчики у них есть а это мангалу вот этого кафе но здесь галька здесь галька и мы сейчас выяснили в интернете что оказывается нельзя сейчас нет рейсовых лодочек с мая по октябрь они курсируют только но я думаю там какие-то смешные совсем вообще будут деньги поэтому если вы здесь окажетесь вы можете воспользоваться рейсовым рейсовой лодочкой которая именно по маршруту входит здесь у них пальмы очень красивая зеленая трава и набережная прям такая широкая широкая большая но везде значки что нельзя разжигать мангал нельзя на мопедах на мотоциклах ездить и на автодомах соответственно тоже приехали значит здесь в церковь святого николая чудотворца это 3 3 по важности это 3 по важности религиозное сооружение то 25 лир но можно купить здесь очень много в турции музеев на 15 дней можно купить музей билет за 1000 лет у них здесь проходит час реконструкция они строят специальную крышу чтобы не попадала вода на на это все покрывают это все куполом вот собственно николай чудотворец покровитель семьи детей он был похоронен в этой церкви и потом его мощи здесь его был гроб могила как это назвать и и потом в общем эти его мощи туда-сюда возили и в том числе даже по моему где-то в россии они были короче говоря отсюда все пошло здесь очень много всяких разных вот таких вот магазинов всяких разных иконных центров в которых продают вот эти вот иконы именно вот православные конницы иконный центр святого николая вот здесь прям у них вообще все серьезно вот так это все выглядит очень много всяких разных икон и здесь соответственно такая площадь большая прямо рядом это место находится вообще в самом центре дим риме такой парадокс из-за того что турция это ну мусульманская страна вот вот такие вот всякие разные церкви на христианские это все у них считается достопримечательностью и вход соответственно везде платный во все вот такие вот церкви которые христианские хотя когда османская империя здесь проходила они это все исламизировали и был даже налог на веру многим людям запрещали христианство запрещали молиться ну по христианским правилам вот и все что вот эти церкви их на самом деле деле было очень много раньше потому что здесь раньше было христианство друг католическое вот это все а сейчас здесь как бы ислам и в любую мечеть мы можем зайти совершенно бесплатно совершенно бесплатно там вода будет можно руки-ноги помыть туалет все в любую мечеть можно зайти а в церковь чтобы зайти нужно 125 лир заплатить парадокс так следующая наша остановка вот здесь есть такой музей цивилизации города адриаки вот так он выглядел этот город и он существовал в первом веке до нашей эры вот так вот это все у них здесь выглядит адриаки так туалеты здесь есть вот собственно сам вход вот там в музей это это все вот относится к ликийской цивилизации если я не ошибаюсь куда не классно здесь так все сделали там можно походить побродить будут руины всякие разные развалины на фотографиях она выглядит поинтересней я даже не знаю пойдем мы туда или нет потому что здесь еще есть город курицы петухи они прям их обожают вот так вот это все у них здесь выглядит это все вот относится к ликийской цивилизации курицы петухи они прям их обожают короче один доллар стоит вход всего лишь но они не принимают не принимают карточку поэтому возможно мы придем сюда позже а здесь был зерновые хранилища порты были в этом городе еще здесь у них очень много вот таких вот штучек сооружений конструкции я не знаю похоже на гробницу в некоторых местах даже из воды они торчат и здесь вот всякие разные надписи есть выгравированные возможно это либо ликийский язык в общем друзья приехали мы в музей музей не пошли доставили достали еду у меня всегда есть еда в контейнере ну та еда которая остается я ее всегда с собой забираю в ресторанах не оставляю потому что здесь очень много в турции животных и в том числе даже есть павлин вот это павлин он сейчас кушал только что макароны и там сейчас продолжает рис кушать они хлеб едят любую еду едят вообще не стесняются вот мы их всех сейчас накормили здесь все довольны все радостны причем они вообще никак не дерутся между собой очень культурно кушают вот допустим вот этот код сейчас пошел туда где павлин кушает и сейчас будет видно что он вот так вот культурно подходит 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 и с одной чашки кошка с павлином едят рис где вы еще такое увидите какой нафиг музей если по ди-400 поехать в сторону каша дорога будет вот так вот серпантином проходить и очень часто будут встречаться вот такие вот смотровые площадки красивые с видом на море и как раз вот будет видно как вот вот этот город демре живет вот там его центр как раз там церковь святого николая чудотворца и все вокруг все вокруг в теплицах так друзья следующая наша остановка это 3 древний город мира здесь вот как раз таки жил николай чудотворец вот это вот все гробницы скале скалах чем выше человека хоронили тем считалось это круче потом здесь есть вот амфитеатр колесей вход сюда стоит 90 лир еще можно заказать аудиогида будет плюс 45 лир 135 с аудиогидом но также вот здесь вот есть за 1000 лир можно купить карту которая действует более чем в 300 музеях и есть еще за 650 лир на семь дней 34 музея если вы короче говоря любите музей и вот такие вот всякие места то лучше брать карту если вы здесь находитесь 15 дней вы сможете очень много мест посетите и сможете сэкономить очень много денег ну каждый день можно посещать там три-четыре-пять музеев если вы приезжаете в какой-то более-менее такой город который богатый на музее там мы их скорее всего будет около пяти может быть десяти даже и вы можете за один день эту по сути карту купить потому что вход музей стоит ну где-то вот так и стоит 100 допустим 20 там 40 лир 90 лир 150 лир в некоторые музеи стоит вход вот допустим в этом городе есть два музея это вот святого николая чудотворца и вот лике музей еще там какой-то три или четыре музея здесь можно посетить как всегда в турции у них вот такая вот дорога красивая с видом на море с видом на вот эти вот всякие рощи оливковые сады здесь отелей мало здесь в основном всякие разные такие гостевые дома то есть вы будете у кого-то жить и вас нам могут и покормить завтраком короче то что сами они кушают могут вам барбекю сделать и все такое а вот здесь вот если вот прямо смотреть это вот 7 километров вот это как раз вот остров кикова ликийская поселение ликийцев и во время землетрясения в общем это все разрушилась и в двух этапах и вы покидали местные жители это 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 место и мы идем нашли здесь какую-то крепость по ходу дела ликийская чё-то такая вот крепость как правило вот такие вот крепости которые где-то вот так вот стоят на отшибе где-то заброшенные в которой надо далеко идти они как правило самые интересные вот здесь повсюду вот эти вот сооружения я так подозреваю что это либо ликийские гробницы либо еще что-то и в некоторых местах там внизу в море они же даже из воды в некоторых местах торчат и вот некоторые гробницы вот так вот расковыряли раскрошили и ну соответственно залезли туда видимо взяли что им нужно их здесь очень много там есть еще крепость но крепости она уже более современная а вот эти гробницы они прям такие древние видно и они просто стоят здесь в траве вот просто брошенный вот так на горе где-то любой желающий может зайти посмотреть короче друзья если окажетесь здесь я вам прям рекомендую сюда прогуляться вот мы заехали оттуда вот оттуда где эти кораблики стоят там основной порт основная гавань и мы вот так вот проехали 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 по склону здесь еще есть тоже такой типа фэри терминал и мы вот там вот где вот эти лодки стоят в углу припарковали машину сюда также приходят всякие рыбаки на своих лодках и соответственно вот вот этот остров о котором идет речь он протяженность у него он не но необитаемый и вот вокруг него как раз это вот пылезу древний город в результате землетрясения было все уничтожено но если туда подойти на ферри или на прогулочном каком-то катере можно прям увидеть через воду вот эти вот старые древние улицы там всякие амфоры там чаши кувшины и ну должно быть очень интересно сейчас погода портится поэтому мы не будем пользоваться это услуга вот эти вот гробницы они очень тяжелые на самом деле каждая я думаю весит примерно 2-3 тонны на две три тысячи килограмм и вот так вот на склоне горы здесь кушары вообще непонятно ничего ровного нет никак этот не покатать никакие колесики никакие вал валы никак не покатать и то есть они их во первых сюда притащили как-то во вторых они вот эти вот крышки ликийцы как-то подняли это примерно время сооружение этого всего примерно 2000 лет назад даже чуть больше это все делали и меня конечно же это все всегда очень сильно удивляет поражает вот вот она вот эта крышка я думаю она где-то 2-3 тонны весит вот этот вот город 7 семена семена это вот вот этот город был разрушен землетрясением и он затонул он находится сейчас данный момент под землей билет стоит 25 лир 25 лир и ну здесь на самом деле 25 лир это как бы ни о чем потому что здесь очень хорошая инфраструктура здесь бесплатные туалеты дорожки вот они вот так вот любят делать когда что-то находят они делают стеклянный пол и вот это вот остатки того что здесь было и то есть можно зайти вот в это помещение скорее всего здесь было какое-то помещение и прям по этому помещению походить здесь по находиться сюда нельзя заходить в обуви и и в шлепанцах похоже на мечеть нельзя запрещено скалолазанием заниматься и не курить здесь не зажигать огонь как будто московская стена кремлевская так дальше ну вот они здесь все это подсвечивают лестницы сделали конечно же вход будет 1 доллар стоит если бы этого ничего не было бы ход был бы бесплатный можно было бы просто так зайти насколько они качественно это все дело здесь некоторые здания по 2 по 3 тысячи лет уже стоят у нас там построят на следующий день казахстане дома разваливаются а здесь такие разрушительные землетрясения быть там тоже есть такое что-то типа порта портика небольшого и я думаю мы туда сможем как раз сейчас тоже пройти и вот туда люди приезжают посмотреть это в список включено достопримечательности главных турции вот как раз вот эта гробница он нам торчит и воды и вода прям прозрачная вот это вот все часть то что здесь вот часть этого острова что здесь рядом это вот лекийцы здесь жили и потом разрушительное землестрясение это все разрушила а вон там еще гробница есть прям в стене тоже и люди рядом частный сектор люди живут там прямо это гробница и люди там стол обеденный стоит вот мы забрались на самый верх этой крепости этого замка и да здесь я вам скажу открывается прям очаровательный такой вид вот там вот эти гробницы и здесь даже пушка сохранилась вот представьте это крепость вот так вот здесь корабли приходили и кто-то прям с пушки туда лупасил по ним допил эти корабли а еще хочу хотел сказать что этот остров он еще до конца вот это все что там утонуло вот даже отсюда видно там вот такая есть типа майка это ну никак не изучали ничего и только жак и вкус то нашел здесь какой-то корабль какой-то который там тысячи лет до нашей эры плавал и он его обнаружил а на самом деле там очень много всего под под водой находится интересного и вот сейчас мы приблизились прям самую такую кульминацию сюда очень близко здесь тоже много всяких разных частных домов отелей кафе ресторанов и я думаю даже здесь поселиться можно какое-то время пожить даже можно здесь так начинается дождик но я вам покажу друзья у них здесь даже был вот такой вот амфитеатр колизей то есть можно было сидеть наблюдачу это за какими-то выступлениями вот внезапно пошел дождик но не совсем конечно внезапно и в общем приходится прятаться от него где-то в укрытии на правой руке паука вот так друзья у них здесь выглядит это вот набережная здесь кошки собаки бутылки вот здесь вот кто-то живет прям прям вот прям прям на берегу и вот здесь вот лодочки все такое если прямо идти то наверное можно даже с кем-то договориться чтобы кто-то устроил экскурсию и здесь есть кафешки они прям вот прям находятся на прям в воде находятся еще такая радуга красивая ну вот друзья в общем вот так это все выглядит с моря здесь очень много всяких разных кафешек семейных домашних ресторанов и а вот там получается это крепость наверху здесь у них целые лабиринты очень много всяких разных якорей и вот здесь можно поселиться даже много разных кафе ресторанов и мороженое повсюду мороженое я думаю это популярное очень место летом и это вот гробница именно она от затонувшего этого города то есть в результате затопления здесь все ушло под под воду но вот это вот одна единственная гробница она вот так вот здесь торчит и люди приезжают здесь покататься на лодках рядом с ней очень любопытное место а это город прям люди здесь живут как лабиринт вот мы подошли поближе к этим гробницам и прям видно вот здесь снизу у кого-то сарай заброшенной там сверху тоже какие-то строения здесь холодильник стоит все брошено заброшено там газовые баллоны никто ни к чему не прикасается а вот здесь вот крепость вообще дождик не в тягости конец декабря за полторы тысячи лет можно полностью арендовать эту лодку на полтора часа и полтора часа он будет здесь по островам катать я думаю туда может даже и 10 человек поместиться вот отсюда старт вот с этой марины а и вот он висит туда где это крепость где мы только что были и везет вот вот в этой во внутренней части города стоит вот полтора часа стоит полторы тысячи лир и вот номер телефона рамазан если что можете с ним связаться начинается ветер уже здесь сильный дует ну я в общем вам засниму как это все выглядит это марина это гавань вот так вот она выглядит вот там вот крепость куда они посят и много разных всяких отельчиков ресторанчиков пансионов достаточно мило здесь но надолго бы я не стал задерживаться а вот здесь друзья мы вам внутри смотрите обнаружили с человека 350 турецких лир дневной тур на кикову и вот здесь вот можно я так понимаю лодки арендовать за 1200 лир за 2 250 короче говоря вот такие вот у них цены здесь и вот сверху сайт ночные всякие есть moonlight это короче говоря луна лунные катания всякие и вот можно еще дайвингом здесь заниматься где-то все затонуло потонуло и если вы сюда приезжаете нужно заранее готовиться желательно чтобы это все отделить на какую-то группу на какую-то компанию потому что ну на двоих это не очень интересно тем более в такую погоду мы подъезжаем городу каш и вот как раз вот здесь такая на дороге на д-400 есть панорама остановка где можно остановиться и снять панораму дороги сразу весьма такой миленький уютненький городочек должен вам сказать здесь вот слева такая есть марина справа вот здесь есть тоже марина бухточка а